Безусловно, назвав предыдущий обзор оперативного совещания «Последняя оперативка Хабирова», я ошибся. К стыду своему вынужден констатировать то, что название это было ошибочным, но во многом, конечно, я не виноват в этом. Никто не мог предусмотреть, предугадать того фиаско в кадровой сфере, которое обрушилось на радио Фаритовича. Я имею в виду неудачу с назначением на пост премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Геннадьевича Назарова. Ситуация повисла в воздухе. Господин Назаров остался в ранге временно исполняющего обязанности вице-премьера без каких-либо конкретных полномочий. Хабиров, конечно, вынужден вести теперь оперативки сам. Ну, в утешении самому себе и вам скажу, что оперативка, которую мы будем обсуждать сегодня, была феноменально интересной. Она была насыщена всеми теми любимыми нами жанрами, которые время от времени проскалькивали в разных оперативках. Так вот, в этой оперативке было все. Истерики, претензии, наезды, крики, шум, гам, отступление в сторону и так далее, и так далее. В общем, это была феноменально длинная и очень интересная оперативка. Запасайтесь попкорном, пивом, чаем. Я не знаю, в какое время вы смотрите наши выпуски. В общем, уместно будет все. Из особенностей оперативки, кроме ее чрезвычайной продолжительности, отмечу, что на ней отсутствовал господин Мурзагулов. Я не знаю, что случилось. Может быть, его отпустили, наконец, в любимую Каталонию, к родным и близким из этой ужасной России. А, возможно, его и попросили пока не появляться на глазах у Ради Фаридовича, после того, что он учинил в эфире радио «Эхо Москвы» на прошлой неделе. Я имею в виду вот этот его перформанс в отношении Корены Хабировой, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Оперативка началась, конечно, с указа, того самого пресловутого указа обо всем на свете, который будет действовать в Башкирии до 2024 года. Хабиров сообщил о том, что он, наконец, подписал указ о стратегическом развитии Республики Башкортостан. Характеризовал он этот указ следующим образом. Он сказал, что в указе довольно детально все было проработано правительством. Комизм ситуации в том, что правительство, которое довольно детально все проработало, на самом деле находится в отставке. Все министры, временно исполняющие обязанности. И не факт, что многие из них вернутся к своим обязанностям после утверждения нового состава правительства. Соответственно, конечно, сам факт вот этот дает нам основания предполагать, что проработка и детальная проработка этого указа, конечно же, под вопросом. Но Хабиров, сообщив о том, что он подписал этот судьбоносный указ, тут же поручил Назарову, сидящему прямо перед ним на первой парте, проследить за тем, чтобы все министры начали рассказывать об этом указе и проводили брифинги. Довольно странное, в общем-то, указание в том смысле, что в нем сквозила неуверенность в том, что этот указ, о котором Хабиров уже, в общем-то, десятки раз упомянул, вызовет должное внимание в широких массах общественности. То есть, одной из функций, вообще-то, этого указа, видимо, по его задумке было то, что его должны пропагандировать сами министры. Ну, в общем, про указ сообщил и поехали дальше. Я уже упомянул, что эта оперативка была полна жанрового разнообразия, в том числе перформансов и всяких чудес. И вот вслед за объявлением того, что указ наконец подписан, наступил тот самый перформанс. А начался он с того, что Ради Фаридович внезапно потерял чувство русского языка и выдал следующий перл. Цитирую, осень настает, и люди начинают мерзнуть, сообщил Беляеву Ради Фаридович. Беляев вскочил и тут же доложил, что 45 муниципалитетов начали отопительный сезон. Дальше, внимание, Беляев нам сообщил, что к отопительному отоплению подключено 2374 объекта социального значения. Я не знаю, возможно, Беляев утратил чувство русского языка исключительно из солидарности с начальством, а возможно, он действительно так говорит. Но дальше Беляев продолжил в том же самом русле. Уже порядка 4 дня, сказал Беляев, температура держится плюс 8, Ради Фаридович. Сразу же возникал вопрос после вот этого диалога, что в чем же дело, собственно, если плюс 8 держится уже порядка 4 дня, то пора бы уже порядка подключить отопление. Ну, то есть мы уже много раз слышали о том, что существует некая формула, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов Цельсия, в течение там скольких дней, там трех или четырех, то, в общем-то, по нормативу нужно включить отопление. Но, видимо, задумка нынешней оперативки была иная. Потому что дальше мы увидели такую совершенно чудесную драматургию, которую, ну, в общем-то, я не припоминаю на этих оперативках. Хабиров вдруг вскричал, а где у нас, потом возникла пауза, он не смог вспомнить, на оперативку не ходит метеопрогноз, спросил Хабиров. А что она? Пусть ваш аппарат, обратился он к Тажегиному, выйдет и ей позвонит. Видимо, метеопрогнозом Ради Фаритович называл Вилору Зинуровну Горохольскую, руководителю Башкирского метеоцентра. Но в пылу вот этого вот, значит, представления Хабиров не вспомнил, как ее зовут, и стал ее попросту называть метеопрогнозом. Пока Хабиров, значит, кричал о том, что нужно найти метеопрогноз, Сидякин с первой порты его успокаивал. Выше 8 градусов не будет, Ради Фаритович. Тогда Ради Хабиров взял бразды правления в свои руки ситуации, решил обуздать ее. Давайте примем решение всем подключить отопление, сообщил Ради Фаритович практически в рифму. Сегодня в 20.00 доклад, что вся республика подключена. Но если чудеса случатся, он имел в виду, что если потеплеет, тогда выключим. И вообще, конечно, звучало это фантастически, потому что Ради Фаритович, наверное, не в курсе, что включение и отключение отопления, это вам не просто свет в бане включить или выключить. Это целый сложный технологический процесс, связанный с наполнением системы, связанный с выведением теплоносителя на определенный уровень. Ну что я, собственно, вам рассказываю, я не специалист, а специалисты меня поймут. В общем, отопление многоквартирных домов в больших городах, это вам не просто так. Это не вкл-выкл. Но Ради Фаритович был неумолим к 8.00 вечера доложить о подключении республики к отоплению. В общем, конечно, вот этот спектакль, на самом деле, который был разыгран только для того, чтобы показать населению, что отопление подключили исключительно по воле дорогого Ради Фаритовича, а так бы вот эти злодеи министры, наверное, до декабря бы нам не включили отопление, и мы бы уже мучились, многие бы, наверное, умирали. Это очень тревожная, на самом деле, тенденция, потому что я опасаюсь предположить, что в следующий раз запустит лично Ради Фаритович. Возможно, он будет анонсировать восход солнца, например, полнолуние, рождение теленка или еще какие-то такие вот существенные вещи, которые, конечно же, не могут случиться без участия главы республики, но вот эта вот попытка приобщиться к естественным, в общем-то, общественным и природным процессам, наверное, ну, с одной стороны смешная, с другой стороны пугающая, потому что, по сути, человек начинает приобщаться к каким-то процессам, которые превращают собственные достижения, более того, он их превращает в достижения региона, да, то есть, вот это вот личное включение отопления дорогим Ради Фаритовичем, конечно, было главным перформансом этой оперативки. Ну, надо отметить, что, конечно же, отопление в городе Уфа, например, не появилось. У всех участников нашей съемочной группы отопление через сутки тоже не включилось. Это вот просто, как бы, пример такой конкретный и абсолютно объективный. Ну, еще десятки людей написали в соцсетях о том, что в том, в том районе Уфы не подключили отопление. Ну, вот, собственно, у меня дома оно так и не подключено до сих пор, а прошли уже сутки с момента, когда Ради Фаритович об этом, значит, сообщил, заявил, да и практически сутки стал момента, как должен был поступить отчет о полном обеспечении отоплением жителей республики. Кстати говоря, в комментариях напишите, подключили вам отопление хотя бы через сутки после вот этого судьбоносного поручения Ради Фаритовича или нет? Судьбоносной функцией подключения отопления жителям республики Ради Фаритович перешел к первому вопросу по повестке. Первым вопросом, как обычно, у нас оперативная обстановка в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Первым выступал Мухаммедьянов, сообщил, что ДТП у него снижается, количество погибших снижается, соли, песок он заготовил в должном количестве. В общем, Тимур Рафисович попытался прошмыгнуть в этом вопросе, как обычно, мимо. Мы помним, что в 90 случаях из 100 этот вопрос никогда не вызывает никаких дискуссий, но тут-то было как бы все иначе. Напомню, что Ради Фаритович на этой оперативке был необычайно агрессивен, печален, зол, ну и так далее. В общем, в этот раз Мухаммедьянов не прошмыгнул, потому что Хабиров, мрачно выслушав его постаральный доклад, который, собственно, был на полторы минутки, пустился в рассуждение. Вообще, я сегодня буду много цитировать, потому что это были такие перлы, что просто нужно их преподносить в чистом виде, без всяких интерпретаций. Так вот, Ради Фаритович сообщил нам следующее. Я эти дни поездил, пауза, мы вообще когда приведем содержание дорог в порядок, Тимур Рафисович? Прямо скажем, такой программный вопрос задал Хабиров. Почему у нас все в ручном режиме? Почему мусор? Почему трава? Кратко стал вопрошать Ради Фаритович. Мухаммедьянов в ответ пискнул. По вашему поручению, наша делегация выезжала в Казань перенять опыт содержания дорог. Вот это было, конечно, ошибкой. Причем здесь Казань? Какой опыт содержания дорог? Ради Фаритович был неумолим. Никакого такого опыта там нет. Он-то знает, наверное, про Казань. Объясните, какой такой опыт нужен, если в течение трех недель ничего не делают? Пока разговор был абстрактным. Хабиров не называл конкретно объекта, к которому у него претензии. Дальше Хабиров стал копать вглубь. Управление дорожного хозяйства заказывает работу по содержанию дорог. Само проторговывает и само контролирует. Может нам эту цепочку дружбанов разорвать? Задал вопрос Хабиров. Я устал делать замечания. Каждый мой выезд будет фатален для вас и для управления дорожного хозяйства. Каждая оперативка будет заканчиваться выговором вам. Но это, естественно, было указано стоящему по стойке Смирно Мухаммедьянова. А после двух выговоров до свидания, садитесь. Вот такой вот конкретный наезд. То есть я, честно говоря, совершенно не ожидал, что такое произойдет. Но Хабиров четко сформулировал формулу увольнения Мухаммедьянова. Каждое оперативное совещание по выговору, а после второго – до свидания. То есть теоретически существует вероятность того, что через две недели господин Мухаммедьянов у нас отправится вот в то самое до свидания. Трагичность этой оперативки стала нарастать с этого момента. Вторым регламентным вопросом на оперативке был вопрос о реализации национального проекта «Экология». Доклад делал исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Искандаров Урал Салаватович. И, казалось бы, чего уж тут может быть страшного. Действительно, первая часть доклада Урала Салаватовича была вполне себе деловой и постаральной. Урал Салаватович сообщил нам, что он реализует на данный момент пять региональных проектов. «Чистая страна», «Комплексная система обращения твердых коммунальных отходов», «Экологическое оздоровление водных объектов», «Чистый воздух» и «Сохранение биологического разнообразия». Три из этих проектов имеют федеральное финансирование. Первые три. Два последних имеют только региональное финансирование. Далее Урал Салаватович сообщил нам о своих планах. Естественно, на 2024 год. На какой же год еще могут быть планы? Я теперь понял, что они упоминают этот 2024 год, потому что это самая дальняя планка, о которой можно говорить. Они бы, наверное, с удовольствием говорили о 2024 и о 2024 годе. Но приходится и говорить о 2024. Так вот, к 2024 году Урал Салаватович, например, собирается удвоить процент утилизации твердых коммунальных отходов, который сейчас у нас составляет 12%, а в 2024 году составит 24%. Как он это собирается сделать, он не уточнил, но тем не менее собирается. Обработка же ТКО у него и вовсе вырастет с 20% до 55%. Что такое обработка ТКО, Урал Салаватович тоже не уточнил. Но зато он уточнил, что собирается построить 16 мусоросортировочных комплексов и 2 комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. Также организует Урал Салаватович нам 4 особо охраняемые территории и прочие блага. Но дальше в его докладе началось неладное. Неладное это было, как обычно, в нашем правительстве с деньгами. С обещаниями, проектами и перспективами у нашего правительства все хорошо. А вот с деньгами и с обращениями, с финансами не всегда все хорошо. У Урал Салаватовича все, прямо скажем, плохо. Потому что он имел неосторожность сообщить нам о кассовой реализации, кассовом исполнении вот этих вот пяти проектов, которые он реализует. Программа комплексная система обращения ТКО у него реализована, внимание, на 0,64% финансирования. Чистая страна 0% финансирования. Оздоровление водных объектов 0% освоения финансов. На 75% финансов он освоил в программе сохранения биоразнообразия, но эта программа вообще, общий бюджет имеет всего 6 миллионов рублей. А вот зато программа «Чистый воздух», на которую выделено 500 миллионов рублей, у него освоено на 0 рублей. В среднем кассовое исполнение по всем пяти проектам Урала Салаватовича, внимание, 0,84%. Каким образом Урал Салаватович сможет за оставшиеся три месяца освоить финансы, которые выделены ему, в том числе по федеральной линии, совершенно непонятно. Дело в том, что многие виды работы, всевозможных мероприятий в холодное время года ему затруднительно будет производить. И у меня есть четкое опасение того, что Республика Башкортостан в очередной раз не сможет освоить федеральное финансирование. С точки зрения эффективности органов власти, на мой взгляд, неосвоение уже выделенных денег – это самая крайняя негативная оценка, которой может быть выдана ведомству и организации. Если вам дали деньги, а вы не смогли их потратить, вот тогда точно до свидания. Но не знаю, разделяет ли мою точку зрения Радий Фаритович, посмотрим. Далее Урал Салаватович ушел в тему утилизации твердокоммунальных отходов. Он отчитался о феноменальном успехе того, как он организовывает контейнерные площадки и мусорные контейнеры по Республике Башкортостан. В частности, он сообщил нам, что за 823 миллиона рублей он смог добавить 20 тысяч контейнеров и примерно 7,5 тысяч контейнерных площадок в Республике Башкортостан. Но ему еще нужно добавить почти 20 тысяч контейнеров и 9 тысяч контейнерных площадок. Тут же один момент я отмечу, что Урал Салаватович оговорился о том, что районы и города могут получить 70% субсидирования из федеральных средств на контейнерной площадке, однако за этими субсидиями смогли обратиться только 8 муниципалитетов в Республике Башкортостан. О чем это говорит? Это говорит о том, что в рамках той федеральной программы, которая называется «Комплексная программа развития сельских территорий», и которую героически курирует у нас господин Федор Ахманов, территории и муниципалитеты не смогли получить субсидию, то ли не разобрались, как это делается, то ли не рискнули оформлять документы, чтобы потом не ошибиться. В общем, всего 8 муниципалитетов обратились за субсидиями. Вот эта пассивность в выбивании денег, в получении денег для собственного благосостояния, это отличительная черта башкирской системы управления. То есть, в отличие от Татарстана, мы лучше не будем брать деньги, чтобы потом чего-нибудь не вышло. В общем, вот такую историю рассказал нам исполняющий обязанности министра природопользования и экологии. Хабиров достаточно отстраненно слушал доклад министра природопользования и экологии, и его комментарии, я имею в виду комментарии Хабирова, были какие-то странные, я имею в виду то, в каком порядке они поступили. Первым делом Хабиров почему-то заговорил про башкирскую содовую кампанию, о которой в докладе министра не было ни слова. В частности, Хабиров сказал, «Мне показали видео с точных ввод БСК, волосы встали дыбом, Баширову создать рабочую группу и перевернуть там все вверх дном. Даю две недели». Собственно, о чем шла речь до конца непонятно. Видимо, о каких-то сбросах очистных ввод или каких-то сточных ввод в реку Белую со стороны БСК, которые, я имею в виду сбросы, происходят многими десятилетиями. Я не знаю, что так сильно расшевелило волосы на голове у Хабирова, но у меня сложилось впечатление, что это какой-то очередной целенаправленный наезд на БСК, но в ближайшее время, я думаю, мы увидим результаты вот этого поручения. Баширов исполнит, конечно же, его в полной мере, перевернет стерлетомак вверх дном. А также Хабиров прокомментировал доклад министра такими ремарками, «До конца года надо определиться с рекоператорами ТКО». А что, до сих пор не определились? Это уже я спрашиваю. То, что творится в дюртюле «Мелеострой» вышло за рамки. А что там творится? Вот как-то почему-то докладов не было. «Давайте определимся с теми, с кем мы пойдем дальше», сказал Хабиров. Ну, перераздел на рынке утилизации твердокоммунальных отходов, безусловно, наметился. Кто-то из рекоператоров, там, четырех или пяти, которые были назначены, безусловно, свои функции исполняет недолжным образом. Кто-то, видимо, недолжным образом делится. Я думаю, что этот вот жирный, мясистый пирог с огромными финансами и незначительными затратами подлежит теперь переразделу. Посмотрим, в каком порядке это будет происходить. У меня есть некоторый инсайт по поводу интересантов на некоторые зоны сбора твердокоммунальных отходов. Посмотрим, насколько подтвердится эта информация. В общем, будем следить за этой историей пристально. Третьим вопросом оперативки был, казалось бы, скучнейший и проходной вопрос о налоговом администрировании в Республике Башкортостан. Как и многие доклады федеральных чиновников на региональной оперативке, этот вопрос не обещал быть ни интересным, ни конфликтным, ни скандальным. Однако, именно этот вопрос стал самым бурным, самым громким вопросом на этой оперативке. Докладчиком был руководитель Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Вахитов Марат Мусаевич. И начал он свой доклад, достаточно методично, перечисляя параметры и показатели налоговых процессов в Республике Башкортостан. В частности, Марат Мусаевич сообщил нам, что на данный момент в Республике 77 тысяч предприятий и 88 тысяч индивидуальных предпринимателей. И к 1 сентября Марат Мусаевич собрал с них 97,3 миллиарда рублей налогов, в том числе 39% из этой суммы – это налог на прибыль, 36% – это НДФЛ, ну и так далее. Он отметил, что НДФЛ за отчетный период вырос на 3,2%, что, собственно, ниже даже инфляции. И говорит о том, что официальные белые доходы населения начинают снижаться, и налоги с этих доходов тоже, соответственно, в удельном смысле снижаются. А Марат Мусаевич рассказал нам, что 400 крупных предприятий в Республике Башкортостан платят 65% всех налогов, посетовал на то, что достаточно большая задолженность по налогам в Республике, она составляет 24 миллиарда рублей, и только 9 миллиардов из этих 24 есть шанс каким-то образом получить в качестве доходов для бюджетов всех уровней. Марат Мусаевич также отметил, что 10% предприятий и индивидуальных предпринимателей вообще не сдают никакую отчетность, манипулируют с налогом на добавленную стоимость и создают всевозможные серые схемы. В 2018 году Марат Мусаевич ликвидировал 7 тысяч фирм. Имеется в виду, принудительно ликвидировал. И тут же пожаловался на то, что одного убиваешь, а трое возникают. Это те самые зловредные фирмы, которые, видимо, используются для схем по уходу от налогов и всевозможных таких вот подобных злодеяний. Скучный доклад налоговика по Республике Башкортостан был прерван или подытожен радиом Хабировым весьма неожиданно. Хабиров внезапно осознал, что доклад главного налоговика Республики Башкортостан никоим образом не бьется с его замечательным судьбоносным указом и вступил в прямой конфликт и противоречие с Федеральной службой по налогам и сборам. В частности, Хабиров сказал следующее. «В указе мы отметили, что каждый год будет рост собираемости налогов на 10%. Если мы так будем работать, то не выполним указ. Если у вас мало людей, отдайте нам, видимо, полномочия. Мы сами будем выкруживать», — сообщил Ради Фаридович. «Занимайтесь, вытаскивайте. Не надо глав ранжировать. Я сам буду глав ранжировать». По сути, Хабиров в очередной раз продемонстрировал непонимание государственного устройства Российской Федерации. Потребовав от федерального чиновника передать ему полномочия, Хабиров сказал нам о том, что он не понимает, как делятся власти в России. То есть есть федеральные ведомства, есть региональные. Вообще потребовать от Федеральной налоговой службы передать полномочия в регион, конечно, ничего более нелепого, наверное, заявить было нельзя. Но, тем не менее, Хабиров так сделал, видимо, в пылу вот этого своего отчаяния по поводу несостоятельности главного указа «Тысячелетие». Ну, я не знаю, что еще Хабиров потребует себе в качестве полномочий от Федерального центра. Возможно, он попросит право на руководство, например, ракетными силами стратегического назначения. Тогда действительно можно несколько увеличить собираемость налогов, причем даже с сопредельных территорий. Ну, вообще, конечно, Хабиров достаточно быстро понял, что сморозил какую-то абсолютную нелепость и ушел в частные вещи. Продолжая свою бурную речь о необходимости пополнения казны, Хабиров перенес акцент с федерального чиновника на своих подчиненных и обратился уже непосредственно к Мухаммедьянову. В частности, Хабиров сказал следующее. «Я небольшой математик». Вот Тимур Рафисович доложил, что в 3,7 раза больше денег ушло на ремонт и строительство дорог. «Хорошо, составляющая дорог – это песок», – мудро отметил дорогой Радифаритович. «У нас в 3 раза поступления налогов от песка повысились». В общем, конечно, это довольно смешная история и действительно подтверждающая то, что Радифаритович не очень большой математик. Ну да ладно. Далее Хабиров не стал уходить далеко от Мухаммедьянова и стал рассуждать уже об общественном транспорте. Благодаря терминалам на транспорте прозрачность денег стала стопроцентной. «У нас вот тут один министр поработал и ушел на другую работу. Я могу до бесконечности менять министров», – зачем-то сказал Хабиров. В общем, конечно, звучало это угрожающе для чиновника из Федеральной налоговой службы. Но я думаю, что он не сильно испугался вот этого всего, такого намека Хабирова. Но Хабиров был дальше неумолим и его понесло реально. То есть здесь уже вот остановить его было невозможно. И он начал дальше рассуждать про общественный транспорт. 600 миллионов налогов Башавтотранс платит. А ведь Башавтотранс – это 15% перевозок. А остальные, ну, собственно, 85% перевозчиков, уплатили 11 миллионов налогов. Действительно, очень странное соотношение 600 и 11. «Если вы мне на конец года скажете, что частные перевозчики платят 11 миллионов при 80% объема перевозок, я буду ставить вопрос о состоятельности вас всех», – обратился Хабиров как-то ко всему правительству сразу. «Я вижу только одно снюхачество и коррупционные схемы», – шумел дорогой Ради Фаритович. «Власть в состоянии подавить все», – перешел к философским синтенциям глава региона. «А если нет, то это коррупция. Мое терпение не испытывайте. Или скажите, что вы не в состоянии, и я найду других людей». Это тоже относилось, в общем-то, ко всему залу. Притихшие школьники сидели, сложив ручки. «Не платят», – шумел Ради Фаритович. «Да еще какие-то вызовы мне пытаются делать. Я любой вызов приму». «На щелчок» – окончательно разъярился глава региона. Тема собираемости платежей окончательно захватила дорогого Ради Фаритовича и завершил обсуждение вопроса о сборе налогов Хабира следующим образом. 13 октября, видимо, прошлого года, я когда пришел в Уфу, я сказал, что хочу навести порядок с транспортом, и я его наведу. Но я еще хочу и денег получить. Тут Ради Фаритович как-то или проговорился по Фрейду, или окончательно уже соединил самого себя с бюджетом разного уровня. В общем, денег он хочет получить. Завершил вот это вот свою тираду, вот это свое выступление Ради Фаритовича указанием. 15 декабря полный анализ мне. Судя по всему, анализ собираемости денег с общественного транспорта и станет, наверное, какой-то отправной точкой для решения кадровых вопросов вот в этом транспортном блоке в Республике Башкортостан. Четвертым вопросом оперативки был вопрос о работе административных комиссий по пресечению парковок на газонах. Я уже не помню, который раз этот вопрос обсуждался на оперативном совещании правительстве. Докладчиком был Владимир Иванович Спеля, обожаемый ему ною председатель Госкомитета по делам юстиции Республики Башкортостан и со свойственной Владимиру Ивановичу деловитостью мы узнали о том, что с апреля по сентябрь 2019 года было выявлено 33 тысячи нарушений, в том числе в Уфе 17 тысяч. Наказано примерно 60% нарушителей, 19 тысяч 741, из них в Уфе 10 тысяч 126. То есть Уфа, по сути, это 25% населения Республики Башкортостан, дала 54% штрафов по этой статье. Проделав несложные арифметические подсчеты, мы поймем, что подавляющее большинство активности по пресечению парковок на газонах, конечно же, было в Уфе. Я не знаю, для чего это делалось. Может быть, для того, чтобы сделать приятное дорогому Радио Фаритовичу. Может быть, так было проще далеко не ходить. Но в целом собрали 24,7 миллиона рублей в казну. Прямо скажем, сумма не астрономическая, особенно если сравнивать с тем, какой ажиотаж и недовольство вызвала вся эта акция у населения. Я думаю, что мы не скоро услышим очередные доклады по этому поводу. И вообще эта программа, наверное, будет сворачиваться, несмотря на то, что Радио Фаритович подытожил доклад в Пеле следующим образом. Будем считать, что люди нас услышали и пошли нам навстречу. Потом все-таки Радио Фаритович показал десяток фотографий, где машины паркуются на газонах. И сказал с Пеле, что у него еще есть простор для деятельности. Но отметил также, дорогой Радио Фаритович, и то, что количество парковок не увеличивается. И эту проблему надо решать, потому что людям все равно где-то надо парковаться. Ну, это такая, конечно, неразрешимая дилемма. Поговорили, как говорится, и разошлись. Но я все-таки надеюсь, что лютовать на эту тему они перестанут. И тема вот этих вот столбиков Киреева, парковок Киреева, наверное, навсегда уйдет в небытие. Пятым вопросом оперативки был вопрос о переходе на цифровое вещание. Но, как я уже и говорил, несмотря на скучность и такую банальность, в общем-то, этих всех вопросов, которые не предвещают ничего интересного или бурного, вот этот пятый вопрос был самым загадочным. И вовсе не потому, что переход на цифровое вещание содержит что-то в себе такое магическое или загадочное. А вот почему. Пока докладчик Борис Николаевич Мелкоедов пробирался к трибуне, дорогого Радия Фаритовича вдруг накрыло. И он внезапно заговорил совершенно на другую тему. Пока Боря Мелкоедов, значит, семенил к трибуне, Хабиров обратился к Полстовалову. Вообще, то есть, как бы не в тему министр земельных и имущественных отношений. И здесь я процитирую полностью текст Хабирова, потому что он так загадочен и так непонятен, что его нужно расшифровывать, в нем есть какие-то знаки и какие-то там сигналы. Так вот, дословно Хабиров сказал вот что. Начало цитаты. «Я вот два раза скажу, — обратился он к Полстовалову, — если вы меня не слышите, я буду другим людям команду давать». Но возникает вопрос, зачем здесь вы? Я один раз сказал, два раза сказал, когда у нас будет группа или круг людей, так называемых арбитражных управляющих, которые будут идти в створе нашей экономической политики. «Те группу людей, которые находятся у вас, вы с ними работаете, я не запрещаю работайте, потому что выхода у нас нет, но вы смотрите, на перспективу смотрите. Если нас не слышат, а в республике все нас будут слышать, понятно?» — стал накаляться Радий Фаридович. «Тогда создавайте другую структуру, если не слышат». Полстовалов еле слышно ответил «Хорошо». «Что значит «хорошо»?» — набросился на него Хабиров. «Я вам уже два раза об этом говорил. Где дорожная карта? Где план?» Дальше Полстовалов что-то бормотал невнятное, совершенно нерасшифровываемое. «А мне это неинтересно», — ответил Хабиров на вот это бормотание. «Либо решайте вопрос, это ваша зона ответственности. 100, 200, 300, решайте вопрос». Тут уже пошли какие-то коды, вот буквально. «Молодежи вон полно, которые хочут заниматься. Не в состоянии, вон, Баширову поручи!» Внезапно перешел на «ты», Хабиров. «Баширов сделает. Зачем тогда министерство у нас тут сидит? Вы видели, что по банкротству происходит? Это налоги, зарплата и так далее. Эти ребята там ходят, а мы на коленях перед ними ползаем? Мы ни перед кем на коленях ползать не будем», — заявил Хабиров. «Они должны нас слышать и делать так, как мы им говорим. Потому что мы здесь за государство отвечаем. Жду от вас предложений». Вот эта вот тирада, она случилась именно в момент, пока Боря Мелкоедов ковылял к трибуне. Честно говоря, я вот сам лично растерялся. Я выслушал, перемотал, прослушал второй раз. Сначала не понял вообще ничего, потом начал понимать. Судя по всему, речь идет о том, что Хабиров вспомнил, насколько он недоволен работой Полставалова в части банкротств государственных предприятий. И, по сути, Хабиров потребовал от Полставалова создать некую управляемую группу арбитражных управляющих, которые будут делать, как им скажут. Вдумайтесь, юрист Хабиров во всеуслышание на оперативке, которая идет в прямом эфире, поручает министру по земельным и имущественным отношениям создать некую группировку арбитражных управляющих, которые будут решать имущественные вопросы не по закону о банкротстве, не по остальным действующим на территории Российской Федерации законам, а так, как он им скажет. Ну, вот более чего-то криминального, честно говоря, на оперативке я еще не встречал. Это прямое указание нарушить закон. Посмотрим, насколько Полставалова дорога его должность и насколько он сможет исполнить вот это поручение дорогого Радио Фаритовича. Но вообще вот эту тираду, ее нужно зафиксировать, она вообще-то уже как бы вполне себе является некой явкой с повинной. Тем не менее, Борису Николаевичу удалось доковылять до трибуны, он на нее взобрался, заручился разрешением все-таки зачитать свой доклад о подключении Башкирии к цифровому телевидению и сообщил нам следующее. Борис Николаевич сообщил нам, что до полного отключения аналогового телевидения в Башкирии остался 21 день, три недели. И 14 октября 2019 года вещание телевидения в Башкирии будет только цифровым. Борис Николаевич вполне оптимистично оценил ситуацию с переходом на цифровое телевидение, сообщил нам, что всего 1262 домохозяйства упорно сопротивляются переходу на цифровое вещание, что Борис Николаевич за отчетный период разместил 15 тысяч материалов в СМИ, а также 4500 баннеров на территории Республики Башкортостан, судя по всему, освоил недюжинный бюджет. Ну да ладно, собственно, пропали денежки и бог с ним. В общем, Борис Николаевич был абсолютно оптимистичен, доложил, что все прекрасно и опасения, кстати говоря, у него вызывают именно города, а не деревни. В деревнях все дисциплинированно перейдут на цифру. Из личных наблюдений отмечу, что Боря Мелкоедов отличается удивительной способностью. Он умеет регулировать башкирский акцент. Дело в том, что несмотря на свое абсолютно русское происхождение, Борис Николаевич родился и вырос в башкирской деревне, и абсолютно в совершенстве владеет башкирским языком, а на русском языке говорит с акцентом в зависимости от обстоятельств. Сегодня, в этот раз, вернее, на этой оперативке Борис Николаевич говорил на абсолютно чистом русском языке, видимо, мониторе момент. Этот долгожитель правительства республики работал при Рахимове, при Хамитове, теперь успешно работает при Хабирове. Ну, вообще, один из немногих абсолютно симпатичных мне персонажей. Повестка оперативки была исчерпана, но Хабиров все-таки позволил себе ловерды, которая состояла в этот раз из двух частей – лирического и трагического. В лирической части Хабиров сообщил, «Вчера я был на премьере фильма «Сестренка». Всем рекомендую, возьмите жен, жены вас поплачут». Ленара Хакимовна обратился к Хабирову Ивановой, «Надо этот фильм, чтобы школьники посмотрели». «Сделаем», – сдавленно пискнула Ленара Хакимовна. «За шкирку всех брать и вести», – повелел Хабиров. Ну, вот такое вот принуждение к прекрасному, значит, повелел совершить Ради Фаритович. А второй частью ловерды была, конечно, трагическая часть. Хабиров повелел вывести на экран фото из общежития Башкирского госуниверситета. На экране появились ужасные картины разрухи незаконченного ремонта, там какие-то кровати разломанные, какие-то, значит, там, ведра с побелкой. И Хабиров стал шуметь. «Полюбуйтесь, кто за это отвечает?» «Это на 1 сентября, отвратительно, студенты же тоже люди», – сообщил Ради Фаритович. «Пригласить ректора, привести его в чувства». «А вы», – обратился он к министру образования Хажину, – «куда смотрите? Где жили студенты все это время?» «В стойлах? Объяснение мне на стол». В финале оперативки разгромил Министерство образования, дорогой Ради Фаритович. Мы благодарны за тот всплеск пожертвований, который случился после предыдущего выпуска нашей передачи. Мы попрошайничали денег, и вы нам их стали жертвовать. Особенно благодарны тем, кто платит по чуть-чуть, но регулярно. Но если вы не можете помогать нам деньгами, есть и такие люди, то есть и другая форма помощи. Например, вы можете репостить наши выпуски в своих аккаунтах в соцсетях, и это будет иметь некий эффект снежного кома. То есть, если хотя бы половина из почти 10 тысяч наших подписчиков перепостят выпуск нашей передачи, то это в геометрической прогрессии увеличит количество людей, которые смогут увидеть даже из числа тех, кто не подписан на наш канал. В целом, большое спасибо за то, что вы нам помогаете, продолжайте это делать и дальше. Увидимся, услышимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok